Хорошо, спасибо. В первую очередь я хотел бы подчеркнуть, что, как уже говорилось сегодня, цитология была оказалась эффективной, что снизили чтату ракошеки-матки. Здесь мы видим скривую смертность от ракошеки-матки за определенный период времени в четырех странах, и мы видим, что смертность снижается с 50-х годов, когда мазок Папа Николау был введен во многих этих странах, и это снижение происходит до 2000-го года. Как мы уже видели, утром это не то, что происходит в России, и это важно озаботиться. Пожалуйста, следующий слайд. И что же произошло? У меня есть только 20 минут, что вам рассказать, поэтому вам придется немножечко рассказать о том, что мы сделали в течение времени в рамках ракошеки-матки в целом. Было показано, что чувствительность цитологии была очень награниченной, и были определенные и новые методы такие, как жидкостная цитология, которую уже показала нам Изабелла. И то, что мы ожидаем, что жидкостная цитология, обычная цитология будет улучшена с помощью новых способов забора образцов и новых способов чтения слайдов, которые более точны, чем ранее использованы методы. Но этого не случилось. И как вы здесь видите, нет значительной разницы в чувствительности между обычной цитологией и жидкостной цитологией при сравнении всех пороговых значений врага Макданова, мегатонализа Маккла-Арвинга, который также здесь. Если мы посмотрим на специфичность, то мы видим, что она варьирует в меньшей степени, но все равно мы не видим того эффекта, который мы ожидали от перехода на жидкостную цитологию. Я хотел бы просто подчеркнуть то, что уже говорил с этим утром. Мы знаем, что цитология, которая может... Рак шейки матки, она довольно специфичная. Специфичность составляет порядка 70%. Некоторые образцы цитологии могут использоваться для макулярных тестов на ВПЧ. Но также существуют определенные недостатки, которые препятствуют продолжению использования цитологического теста или даже введения ВЭЙ. Это очень ограниченная чувствительность. И нам необходимо, чтобы программа скрининга была эффективной. В этом случае нам приходится часто повторять цитологические тесты. И нам приходится проводить скрининг одних и тех же женщин в определенное число раз. И есть потенциальная возможность того, что будут женщины, которые недополучают скрининга с нужной частотой. Также воспроизводимость этого теста низкая. И для некоторых стран процесс скрининга получается слишком сложным. То, что было изобретено в 60-х, 70-х годах, часто нам не подходит. И существует проблема обеспечения качества, контроля качества. Здесь я хотел показать вам некоторые тесты, которые сейчас доступны. Как уже я упоминал, существует определенное число тестов на ВПЧ. Здесь показана выборка тестов, которые мы используем в значительной степени. В многих исследованиях, и, например, тест HC2 использовался часто, и был один из первых тестов, который дал нам большой массив данных. Также существуют на рынке тесты такие, как КОБАС или ОПТИМАССРНК, которые сейчас дали достаточно большую нишу. Также существует тест КРХПВИ. Эти тесты показались достаточно хорошо, но пока они не стали стандартным обследованием. Также есть тест на онкобелки, на цервикальные онкобелки. Они скоро будут выпущены на рынок. Здесь хотел бы показать вам некоторые данные, которые поступили из исследований изучающей предикторы. Эти исследования были выполнены в Англии группе Кьюзика. Если мы сравним некоторые эти исследования, мы увидим, что не только молекулярные тесты на ВПЧ, но и другие технологии также. Например, тесты, которые выявляют РНК или ДНК на ВПЧ, у них примера одинаковая чувствительность. Более 95% для молекулярных тестов. И это основные данные, которые говорят о том, что нужно перемещаться на молекулярные тесты. Другие тесты обладают более низкой специфичностью. Цитология обладает более низкой чувствительностью. И другой тест, который я упомянулся этим утром, также обладает более низкой чувствительностью. Если мы хотим выявлять как можно больше случаев с меньшим числом исследований, цитология нам подходит не очень хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, чтобы обобщить то, что я уже сказал, существует много свидетельств относительно использования ВПЧ-тестирования при первичном скрининге. Чувствительность этих молекулярных тестов была гораздо выше, чем цитология. И было показано, что эти результаты могут подтверждаться в разных частях мира. Предиктивное значение этого теста было показано сегодня утром. В фрекс-фекционных исследованиях эти тесты позволяют достичь значительной степени защиты и позволяют сказать, что не разовьется в каких-то предраковых изменениях в течение 50 лет. Это факт, который нам нужно учитывать, потому что он действительно позволяет нам увеличивать все скрининговые интервалы. Это важно при внедрении глобальной скрининговой программы. И учитывая эти факторы, нам необходимо все равно учитывать, что специфичность ВПЧ-тестирования достаточно низкая. Специфичность ниже, чем цитология. Можно вернуться к предыдущему слайду? Итак, самая важная вещь, которая связана с этим вопросом, это нижняя специфичность. И многие ВПЧ-инфекции, которые мы находим при фрекс-фекционном исследовании, они склонны к самоизлечению в течение 15-30 месяцев. Особенно это свойственно нормальным молодым женщинам. Поэтому было показано, что не нужно начинать тестирование ВПЧ до 30 лет. Как показано на этой кривой, мы видим, что во всем мире, в различных регионах мира, пик инфицирования ВПЧ случается в раннем возрасте. До 30 лет частота инфицирования ВПЧ очень высокая во всех частях мира. Затем она снижается. Тем не менее, недавно было показано, что во многих исследованиях мы видим еще один пик инфекции через 30 лет после первого пика. И очень важно то, что мы можем вывести из этого факта, то, что ВПЧ зависит от возраста, и то, что мы не должны начинать скрининг до возраста в 30 лет. На самом деле, даже если мы начинаем в возрасте 30 лет, все равно будет показано на значительной частоте ВПЧ, но в большинстве этих женщин не будет предыдущих изменений и не будет требоваться дополнительных исследований. И если мы будем посылать этих женщин на калипоскопию, мы будем забирать 5-10% женщин из HPV-негативной популяции, которую мы будем посылать на калипоскопию. И в данном случае количество женщин, которые мы будем посылать на калипоскопию, это может быть до 10% популяции при максимально инцессивном сценарии. И это будет 15% женщин, которые придут на скрининг, которые будут приобретать на калипоскопию. Это слишком большое количество. Этого невозможно добиться в большинстве стран. В целом, я пообщаю, то есть, ВПЧ субъективное, репродуцированное, воспроизводимое, точное. Можно использовать его с более большими и цифровыми скринингами. Можно использовать его для образцов, которые сами собирают женщины. И можно использовать его после вакцинации. Мы это обсудим позже. Но у него есть также недостатки. И основной это ограниченная специфичность. И что мы будем делать, даже если мы будем отправлять небольшую часть женщин, которые подходят к калипоскопию, что мы будем делать, если при калипоскопии не будут выявляться изменения. Также существует потенциаловое явление. Потенциальная социальная стигма в некоторых странах, могут быть определенные социальные последствия. И также здесь уже упоминалось, что это довольно дорогой тест. Он требует значительных технологических вложений. Необходимы лаборатории, необходимы люди, которые умеют делать тесты. Это изменяется в последние годы. И, как уже говорилось, существует два теста Carriage PV и Dinexpo. Возможно, они будут более доступны, потому что их проще выполнять. По крайней мере, один из них дешевле, чем другие тесты, которые доступны на рынке. Но эти тесты наверное будут близки к тому, что мы будем видеть, хотя и не совсем то, что мы хотим видеть. Также хотел бы получать ответы быстро. И ответ мы получаем за в течение часа. Существуют другие тесты. Тесты на онкобелке, которые также дают ответы быстро. Но при выборе теста необходимо выбрать тест, который хорошо валидированный, который уже используется в программах скрининга. Итак, ВОЗ рекомендовала, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода, использование, если есть циатологические исследования, если есть достаточно технологов и лаборатории, чтобы прикрыть таргетную группу, можно использовать циатологические исследования. И программа, в работе программы есть хорошие индикаторы качества, которые позволяют использовать циатологию после калипоскопии. Но если есть возможность рассмотреть, возможность перейти на тестирование, на ВПЧ-молекулярном тестировании, за которым следует калипоскопия, если пока программы нет, и можно прийти сразу к внедрению ВПЧ, можно рассматривать использование его в качестве первой линии диагностики. Особенно это касается сценариев, которые касаются тех случаев, когда ограничен доступ к калипоскопии и услугам циатолога. В этом случае можно использовать более низкую частоту калипоскопии и морфологические исследования, и можно рассматривать какой-то вариант лечения ОХПВ позитивных пациентов. Если мы выявляем какие-то изменения, то мы остались на текущем рекомендации это криотерапия, но та рекомендация меняется, и сейчас рассматривается также использование термоабляции. И следует использовать терапевтические методики, которые менее повреждающие для женщин, рассматривать возможность дальнейшего материнства, вероятность выкидышей и других неприятных исходов. Если мы собираемся перейти на скрининг на основании молекулярных методик скрининга, как уже упоминалось сегодня утром, что случается? Мы начали на Востоке ХПВ-тестирование, ВПЧ-тестирование. Во многих странах мы начинаем уже переходить от цитологии к молекулярным тестам на ВПЧ, и в этом случае женщины, у которых есть аномальные результаты цитологии, они отправляются на калипоскопию и те, которые будут получать лечение. Но существует большое количество женщин, у которых нет цитологических изменений, и есть изменения по данному молекулярному тестированию. В этом случае мы повторяем тест раз в год. Также цитологию мы используем в том случае, если мы можем гарантировать, что качество исследования нормальное. Но если качество лечения недостаточно, то необходимо думать о других способах включения в исследование ВПЧ-позитивных женщин, для того, чтобы отобрать ту небольшую группу, очень небольшую группу, на самом деле, которой будет необходимы дополнительные методы исследования. Существует определенное количество дополнительных методов для таких женщин, которые показали положительный тест на ВПЧ, например, автоматические исследования помешали. Это сейчас исследуется, используют алгоритмы за счет сфотографирования шейки матки и получения ответа с климатической программы, есть ли там изменения. В некоторые следующие ближайшие три года будет получен финальный ответ насчет того, можно ли использовать тест для скрининга. Также существует туристический подход, когда можно использовать цитологические методики с молекулярными методиками. Можно использовать у ВПЧ-позитивных женщин геноцепирование ВПЧ для того, чтобы определить персистирование ВПЧ. Также существует определенный тест метилирования, который находится также в разработке. Некоторые из них уже оценены в клинических условиях. Я думаю, что в конце года какие-то новые тесты тоже выйдут на рынок. Надо упомянуть то, что все эти тесты были исследованы в рамках клинических исследований, которые были проводились в Южной Америке, в рамках женщин, которые положительны на рамках поставления данных молекулярных исследований на ВПЧ. Результаты будут в конце этого года. Но что же, если у нас нет достаточно количества ацетологов, в этом случае необходимо думать о негативных сценариях, которые основаны на реальности. И реальность говорит о том, что у нас обычно в два раза меньше патологов и клипоскопистов, чем нужно. в этом случае нам не хватает специалистов во многих частях света. И в этом случае нам необходимо подумать об использовании алгоритмов HPV и в этом случае мы можем выполнять какие-то простые методы исследования или переводить определенных пациентов сразу к терапии, на этап терапии. Это также случалось в рамках определенных исследований. В рамках этих исследований изучались рандомизации которые оценивали эффективность использования двоих упомянутых алгоритмов наблюдения с такими пациентами и пользования лечения или лечения сразу. И наконец, если у нас есть методы лечения, которые доступны для передраковых изменений или для уже рака шейки матки, не надо начинать скрининг, надо начинать терапию. если мы выполняем скрининг на ВПЧ, когда нужно выполнять скрининг на ВПЧ, только если нам не доступна цитология или не доступна достаточное количество калибоскопистов, или если можно ставить поцинку совершить несколько визитов, как визит для выполнения цитологии, затем калибоскопии и так далее. Это не функционально во многих частях света. В этом случае необходимо рассмотреть опцию к повторам тестирования на ВПЧ. Также надо сказать, что все женщины, у которых есть положительный результат тестирования на ВПЧ, их можно начать калибоскопию. Их можно включить в программы по лечению или позже их направить на калибоскопию. В дальнейшем мы надеемся, что можем заставить нашу систему здравоохранения работать более эффективно. Но сейчас нам нужно признать факции, что мы не можем выполнять комплексные программы скрининга. Сценарий, который я показал вам раньше, это то, как мы можем использовать алгоритм скрининга основания молекулярных тестов. Мы можем исследовать цитологию, затем проследовать калибоскопию, если есть аномальные результаты калибоскопии. Если мы переходим на эру триажа, что мы можем использовать? Здесь показаны исследования, которые были проведены в Индии, и в рамках этой исследования оценили, что будет происходить, если мы будем использовать тест Папа-Николау или исследование Бишон. И мы видим, что количество стадий СНН-2, СНН-3 и общих группа пациентов изменилось при исследовании женщин, которые были уже положительны при использовании михлерных тестов. Эффективность цитологических тестов была лучше. В обычном случае мы видим эффективность тестов 60, 50, иногда 70%. Если мы используем цитологию женщин, у которых уже положительный молекулярный тест, то чувствительность теста будет очень высокой. Должно сказать, что этот факт, что эффективность цитологии у ВПЧ-позитивных женщин позволяет говорить о том, что его можно использовать уже в ВПЧ-позитивных женщин. Здесь показано исследование, которое было опубликовано в 2011 году, и было показано, что чувствительная цитология в качестве теста, который проводился у женщин, которые были положительны по данному молекулярному исследованию. В этом случае количество положительных тестов было 89%. В то же время это казалось тех цитологов, которые знали, что у женщины есть положительные тесты. Можно смотреть другие тесты, они показали противоречивые результаты, в том, что касалось информирование цитологов о результаты молекулярного теста. До сих пор это оценивается, но уже внушают определенные надежды. То, что есть исследования, которые говорят о том, что можно увеличить эффективность цитологии, если мы используем это как повторный тест после выявления инфицирования в ВПЧ. Также я хотел сказать, что можно использовать цитологическое исследование с двойной окраской. Если мы используем двойную окраску на ВПЧ-16 и ВПЧ-67, есть определенное число исследований, которые были опубликованы. Мы видим, что эффективность такого двойной окраски не настолько выше, как мы ожидали. Тем не менее, это необходимо выполнить дополнительную оценку эффективности. Потому что есть определенные вещи, о которых нам нужно помнить. Я думаю, что марка мог бы прокомментировать это, что когда мы объединяем несколько исследований, необходимо помнить о том, что методики могли быть разными, техники могли быть разными, методики могли быть разными. Это не мета-анализы, это определенные литературные обзоры. И похоже, что, тем не менее, что двойная окраска на ВПЧ-16 и ВПЧ-67 может быть не настолько эффективной, как мы ожидали. Дальше мы говорим о последовательном сценарии, когда мы используем несколько исследований. Мы говорим про женщин с молекулярным тестом, которые положительны, не обувь популяции. Если мы в дальнейшем сравним результаты с геносипированием на ВПЧ, используя только варианты ВПЧ-16, которые можно получать от разных тестов, в этом случае необходимость использовать дополнительную технику для геносипирования после первичного скрининга, мы видим, что чувствительность этих тестов на тестов на ВПЧ-16 не настолько высока, как мы видим для тестов на ЛВС или на двойную окраску. И, возможно, геносипирование ВПЧ будет не настолько эффективным в рамках последних исследований, как мы ожидали. Тем не менее, это до сих пор оценивается. Также хотел бы сказать, что парагностический скрининг экономически неэффективен. Я не хотел бы сейчас говорить о фактах, которые касаются внедрения скрининга, но если вы внедряете скрининг, необходимо это делать организованно. В другом противном случае вы плохо будете использовать ваши ресурсы. неэффективны. Ибо что программа скрининга в странах с низким увеличением уровня дохода аппаратонистична, и они не смогли снизить частоту заболеваемости раком шейки-матки, необходимо устранить определенные процессы и обеспечить хорошие качества других процессов, которые важны для работы с системой в целом системы скрининга. И существует ряда этапов, на котором мы можем сделать измерения далеко не всегда можем определить, насколько это прикрывает популяцию, потому что требует дополнительных исследований. Тем не менее, все равно необходимо записывать все процессы, думать о регистре скрининга. И, наконец, в заключение хотел бы сказать, что мы знаем, что существует несколько очень эффективных методик скрининга на ВПЧ. И если мы проводим молекулярное тестирование, затем проводим цитологию, похоже, что это оптимальный метод. Тем не менее, если мы знаем, что женщину есть позитивные молекулярные тесты, это увеличивает эффективность цитологии. И также необходимо рассматривать определенные схемы в тех случаях, когда у нас нет других вариантов. Необходимо удешевить тесты, необходимо усовершенствовать тесты, необходимо быть практичными. и особенно в России, где мы видим, что чистота ракушейки матки возрастает, необходимо быть открытым для различных вариантов. И находиться хотел бы сказать, что регистры скрининга необходимо внедрять в качестве платформы для программы скрининга. Если вы только начинаете с программы скрининга, если вы переходите в протонистический программ скрининга, организованную скринингу, и необходимо искать способы, которые позволяют сделать программой постоянными, обеспечить качество отсутствия вариабельности программы. Для всех есть одинаковые преимущества и недостатки определенных программ, и для всех есть одинаковые мониторинга. Также хотел бы сказать, что скрининг это не просто тест, это процесс, и необходимо думать об этом как процессе. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...